привет друзья с вами Эдуард Васильев предприниматель сетевого бизнеса и сегодня у нас с вами тема 7 важных пунктов по которым можно определить для себя правильную сетевую компанию знаете когда я встречаю ситуации когда встречаются представители двух сетевых компаний один начинает расхваливать свою компанию другой свою компанию знаете это иногда похоже на пример чья мама лучше ребят скажите вот чья мама лучше но это бесполезно да парня скажите пожалуйста вот вы ездите на автомобиле и ну например вы ездите там на бмв и встречаете парня который ездит на mercedes или audi вот согласитесь да какой-то вот ну конфуз получается когда один другому начинает доказывать что бмв лучше mercedes лучше либо audi лучше то есть но это как-то немножко смешно вот давайте мы уйдем от этих разговоров чья мама лучше чем of чей автомобиль лучше мы будем говорить о том по каким принципам нужно выбирать правильную компанию для себя подчеркну и вот есть 7 ключевых пунктов вот об их об этих пунктах мы поговорим кто-то может быть видел мои видео на тему бсд бск бст что это такое сейчас поясню для того чтобы иметь большой стабильный доход нужно сотрудничать с большой стабильной компанией это очевидный факт но вот чтобы компания была большой и стабильный у нее должен быть большой стабильный товарооборот не будет у компании большого стабильного товарооборота но согласитесь если у компании товарооборот 1 миллион рублей или у компании товарооборот 1 миллиард рублей согласитесь это разные компании с разными перспективами для тебя так вот что влияет на большой растущий товарооборот любой компании. Семь основных пунктов. Первый пункт. Первый. Это продукт. Продукция бывает двух видов. Естественной необходимости и искусственной необходимости. Что такое продукция естественной необходимости? Это то, без чего ты не можешь комфортно жить в течение месяца хотя бы. Искусственная необходимость. Это то, без чего в принципе можно обойтись. Ну, например, да, я вот привожу пример. Возьму микроволновку. Можешь ты без нее комфортно прожить месяц. Ну, мне каждый отвечает, да, месяц я смогу. Например, скажите, пожалуйста, можете ли вы месяц жить комфортно, ходя на работу, не умываясь, не чистя зубы? Это как пример, да, вы понимаете? То есть вот продукт должен быть, вы понимаете, что естественной необходимости. Второй пункт. Это ассортимент. Ассортимент. Что по поводу ассортимента? Согласитесь, да, когда вы открываете какой-то каталог, многие сетевые компании работают каталогами, первое, что ищет каждый человек? Новинки. Потом уже какие-то спецпредложения, какие-то выгодные предложения, да, то есть поэтому нужно смотреть, какой ассортимент, насколько он широкий, насколько он пополняется и насколько часто обновляется этот ассортимент. Третий пункт, на что нужно смотреть, конечно же, это качество. Но как понять качество, ребят? Я всегда считаю, я говорю, если компании уже больше 10 лет, то тут можно стопроцентно сказать, что у этой компании качественный продукт. Качество проверяется всегда только временем. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Это цена. Цена на продукт. Вот какой может быть цена? Цена не может быть слишком дорогой, это само собой, да, то есть мы начать с чем, то есть большую часть населения. Цена не может быть слишком дешевой. Вот дешевой ценой, запомните, всегда хвалятся те, кому хвалиться больше нечем. Вот когда я встречаю представителей каких-то сетевых компаний, которые говорят, а у нас вот дешевле, чем у вас. Я говорю, я понял, а чем еще похвалитесь? И обычно тишина в ответ. Я говорю, понимаете, в чем дело? Если бы люди стремились только за дешевой ценой, то все бы ездили на автомобиле АК. Если бы люди стремились только же за дешевой ценой, то все бы покупали только дешевую ливерную колбасу. Понимаете, да, в чем дело? То есть скажите, о каком автомобиле вы мечтаете? То есть скажите, на стол, да, то есть какую колбасу вы хотите положить? Ну, то есть каждый скажет лучшую, понимаете, да, а лучшая не может стоить слишком дешево пятый пункт пятый пункт нужно смотреть на развитие компании в данной стране в той стране в которой ты живешь ребят понятно да иди когда западные компании приходят на рынок они начинают рассказывать там вот мы в мире и так далее я говорю ребят это все хорошо но надо смотреть на историю развития компании в этой стране в которой ты планируешь сотрудничать сейчас я детально расскажу по каждому пункту очень быстро некоторые тезисы еще дополнительные шестой пункт очень важно нужно смотреть на топ руководства на то кто у руля потому что все начинается из топовых руководителей и седьмой важный пункт нужно смотреть на наставников на лидеров то есть на тех людей у которых ты будешь обучаться у которых ты будешь перенимать опыт давайте пробежимся очень быстро вот я сотрудничаю с компанией арифлейм я сейчас обосную почему я сотрудничаю с компанией арифлейм первое арифлейм продукт естественной необходимости то есть люди мылись люди моются люди будут мыться всегда это стопроцентно и однозначно второй критерий ассортимент у арифлейм 17 каталогов в год 17 ребят то есть каждые три недели компания обновляет каталог обновляет ассортимент продукции в каждом каталоге новинки то есть от 400 до 600 номинований продукт новой продукции каждый год задумайтесь как предприниматели задумайтесь если вы выбрали сетевой бизнес в качестве профессионального развития каждые три недели выпускать новый каталог завозить новинки в каждую из шестидесяти двух стран где работает компания арифлейм это говорит о мощи компании качество арифлейма более 50 лет ребята так долго так много людей не могут ошибаться товарооборот компании порядка двух миллиардов то есть в год еще раз повторюсь так долго и так много людей не могут ошибаться 4 это единственная компания в россии хочу подчеркнуть которая сетевая компания которая регулирует цену на свой продукт зависимости от платежеспособности населения вот это очень важный момент мы покупаем продукт европейского качества по российским ценам не верьте мне перепроверьте зайдите на официальный сайт они имеем швеции арифлейм греции любой стороны это можно все он проверить официально и посмотреть где какая стоимость на продукт пятый момент нужно смотреть на историю развития компании арифлейм в россию пришла в девяносто первом году ребят девяносто первом году когда мы не знали вообще что с этой страной будет. Арифлейм, заметьте, только в 96-м году в марте запустила работу через партнеров, консультантов. 5 лет компания продвигала свой продукт через аптеки, через брендовые магазины. Для чего это делалось? 5 лет создавалась марка, бренд Арифлейм здесь. И когда в марте 96-го года появились партнеры Арифлейма, они говорили, я сотрудничаю с Арифлейм. Это уже была марка на слуху. Понимаете, да, в чем дело? Когда я сейчас вижу людей, которые там обращаются ко мне и говорят, я представитель такой-то компании, я первый раз ее слышу, я понимаю, что людей на амбразуру кидают. Развитие компании Арифлейм в России. Обратите внимание, сколько кризисов компания пережила. 98-й кризис дефолт, да. Когда курс доллара подскочил в 3-4 раза, компания Арифлейм в первые 3 месяца держала внутренний курс на уровне 6 рублей. Понимаете, филиалы других стран оказали финансовую поддержку филиалу в России. Ребята, когда я слышу разговоры про патриотизм, вот это вот частенько вот этим нехорошим способом пытаются представители российских компаний, да, то есть конкурировать там, ну, например, с тем же с компанией Арифлейм. Ребят, вот таким патриотам я всегда задаю один вопрос, глядя в глаза, я говорю, быстро, не задумываясь, скажите мне, пожалуйста, если вы патриот, какой марки холодильник у вас дома? Какой марки у вас стиральная машина? Какой марки у вас холодильник? Какой марки у вас телевизор? Я говорю, если вы настоящий патриот, у вас телевизор должен быть, горизонт, холодильник у вас должен быть свияга, а стиральная машина у вас должна быть вятка автомат. И человек глаза обязательно прячет. Я говорю, понимаете, в чем дело? Не надо патриотизмом, то есть бравировать там, где вам выгодно использовать вот это слово. Патриотизмом, ребят, я называю, официально зарабатывать деньги, официально платить налоги в своей стране, поэтому, ребят, патриотизм, он должен проявляться немножко в других вещах. Шестой пункт, на что нужно обязательно обратить внимание, то есть это на топ-руководство, да? Есть выражение, руководителями компании сделаны на века, можно считать только то руководство, если у руководства есть ценности превыше денег. Что это означает? У компании Reflame, я лично знаю сотни примеров, когда компания Reflame не просто выполняла свои обязательства перед партнерами, а перевыполняла их. Например, тот же самый дефолт 98-го года. Банки закрылись, и компания Reflame тогда выплачивала все вознаграждения своим партнерам, то есть через бухгалтерию, через кассы своих офисов, ребят. Понимаете, да, в чем дело? То есть мы, компания всегда сдерживает все обязательства перед своими партнерами и делает всегда намного больше. И седьмой пункт, это лидеры-наставники. Посмотрите, каких результатов добились ваши наставники, посмотрите на их историю, предыдущую историю, да? Я всегда говорю, если твой наставник прыгает из одной компании в другую постоянно, да, то есть он может, да, еще раз повторюсь, человек может искать компанию, но если он прыгающими, я называю тех, кто сегодня здесь работал, потом начинает обхаивать это место, перескакивает на другое, потом начинает там обхаивать предыдущее место, вот этих я называю прыгающих. Да, есть люди, которые, ну, например, подыскивают себе компанию, это немножко другие вещи, поэтому, ну, не кидайтесь из крайности в крайность от этой фразы. Я хочу, чтобы вы посмотрели на то, каких результатов добились ваши наставники, на то, какие у них цели сейчас, на то, как они действуют именно сейчас. Это крайне важный момент, ребят, потому что сейчас, ну, конкуренция высокая она, именно в связке наставник-партнер получаются самые крутые результаты. Теперь про Reflame скажу. Первый результат компании Reflame из России. Мой наставник, первый результат компании Reflame, Владимир Полежаев. Так вот, друзья, они не первые пришли в этот бизнес с Тамилой, но они стали первыми в этой компании. 30 лет до них были люди, которые в мире работали в компании Reflame, но они за несколько лет стали первым результатом. О чем это говорит? Это говорит о том, что бизнес компании Reflame – это не бизнес первых, это бизнес умелых. Итак, 7 пунктов еще раз. Продукт, ассортимент, качество, цена, история развития компании в той стране, в которой ты живешь, топ-менеджмент, топ-руководство и наставники-лидер. Если по 2 пунктам из этих 7 у тебя минусовой показатель, ну, например, ты выбираешь компанию с искусственной необходимостью, ассортимент низкий-маленький, все, это ограниченный срок, это ограниченные возможности. По компании Reflame могу сказать, все 7 пунктов в плюсе. Вот почему я выбрал компанию Reflame. И в завершение скажу следующее, ребят. Нельзя никогда обхаивать другие сетевые компании на уровне, знаете, у вас вот это говно, а у нас вот это лучшее. Это все одно, что, да, то есть, например, автомобиль нельзя сравнивать по тому, что у него красивый руль. Или там автомобиль сравнивать, потому что у него только хороший двигатель. Тут нужно смотреть в комплексе. И согласитесь, все-таки, каждый выбирает свой автомобиль, так же, как каждый выбирает свою сетевую компанию. Поэтому, когда выбираете, ребят, выбирайте не только сердцем, выбирайте также еще и мозгом. Ну и другой момент. Выбрав свою компанию, не надо обхаивать другие сетевые компании. Просто идите своим путем, идите к своей цели и уважительно относитесь ко всем коллегам, которые развивают также сетевой бизнес. С уважением к вам, Эдуард Васильев. Пишите свои комменты, пишите свои мысли, по диалогам, готов ответить на любые вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!